приветствую вас дорогие друзья продолжение предыдущего видео хочу поделиться с тем что происходит на данный момент какие позиции открыты какие уже закрыты и какое видение того что будет дальше ну начнем как прошлый раз природного газа он очень очень меня радует прям просто потрясающе сейчас уже у меня соотношение по этой позиции более чем один к четырем конечно большое желание зафиксировать часть прибыли ну вот смотрю на дневной график справа не вижу хороший потенциал движения на 227 потому что это уровень сопротивления дневного таймфрейма как вы видите но это опять же таки не настоящая цель то есть это чисто так техническая если говорить о настоящей цели то она находится на уровне 220 здесь в этой области было достаточно крупное накопление позиций вот но она выглядит достаточно далеко и конечно не факт что мы прям ее достигнем либо же будем долго к ней идти но вполне вероятно что 2 10 до выглядит очень реально потому пристально наблюдаю и думаю когда покрыть 50 процентов позиции ближайшее время следующий актив который у меня есть это платина наконец-то она показала попытки выхода из данного диапазона в котором уже достаточно длительное время находится с 30 01 скоро уже 18 дней в этом диапазоне очень длинный диапазон но как я говорил то есть потенциал по платине находится это преодоление вот этого максимума который сформировался на отметке 1040 вот ну и дальнейшее движение то есть сейчас вот появился некий и я так думаю немного уже он выглядит как проталкивающий чифти объем со стопроцентным перевесом в сторону покупок вот возможно он даст импульс для дальнейшего движения к уровню объема апреля 2018 года то есть 1000 долларов за унцию платины потому восходящая тенденция думаю продолжится так следующий актив который я давал это евро закрылся я вам евро по стопу действительно и чуть-чуть объем не смог остановить данное движение ну точнее он остановил потому что цена какое-то время проторговалась диапазоне и такой сползающий снег можно сказать формируется для продолжения нисходящей тенденции но вот когда я смотрю на дневной график то я вижу что должен быть отскок должна быть коррекция то есть продажи ослабли вот и для того чтобы даже продолжить данное снижение должно быть закрытие коротких позиций то есть и соответственно какая-то коррекция конечно учитывая такое длительное снижение она не может быть сразу существенной то есть где-то вот в район уровня объема видите 1095 в принципе вот сюда я ожидаю коррекцию но пока я не вижу где бы перезайти то есть тоже наблюдаю за евро дальше соя соя тоже очень сильно радует у меня уже соотношение риск прибыль пять с половиной по этой позиции действительно был очень хороший выход из консолидации пробой уровня объема ретест поехали дальше вот пробили еще два уровня объема ну я думаю что можно уже зафиксировать будет позицию или часть позиции если посмотреть на дневной график то мы где-то уже близки к половине вот того нисходящего движения которое было и потому вполне вероятно что можем встретить сопротивление потому я думаю тоже о фиксации позиции по сои вот потому что как показывает практика из таких хороших позиций которые дают высокое соотношение риск прибыль то вот когда она при приближается к 1 к 6 вот вот этот диапазон является очень сильным сопротивлением потому вот такие позиции уже стоит смотреть чтобы прикрыть так потом я говорил у меня была открыта позиция по хитин койл вот я перезаходил и я вышел на вот этом движении то есть не стал дожидаться даже вот немного жалел честно говоря когда мазут пошел повыше ну вот сейчас он дал коррекцию и цена уже ниже чем тот уровень где я выходил из своей второй позиции вот здесь я ее брал как вы помните то есть первую я покрыл вот на росте на вот этих крупных и черти объемах и вот вторую позицию я брал на вот этом и чуть и объеме и соответственно покрыл тоже на после пробоя максимума вот ну не нефть вот тоже давала уже разворотный сигнал вот по дп и черти соответственно корректируется ну пока что я вижу боковое движение и каких-то серьезных предпосылок для роста пока не наблюдаю честно говоря потому жду каких-то более четких явных сигналов для того чтобы войти в позицию и напоследок я открыл шорт по ртвай это раз l2000 индекс вот после образования данных и че в те объема цена чуть сходила еще повыше и вот началась коррекция хотел открыть позиции в никее но вот почему то выбрал ртвай потому что тут явно бук более системная ситуация но некий продвинулся сильнее вот вы знаете что поступили новости от индекс вот вышел недавно зю это экономических настроений в германии он гораздо хуже ожиданий хотя выше отметки ноль но очень очень хуже ожиданий экономика германии очень сильно зависит от внешних рынков вы и потому очень сильно реагирует тоже на те события которые происходят в китае это экономическое социальное напряжение и вот вышла новость от hsbc о том что они проводят масштабную реструктуризацию то есть сокракост катинг и на четыре с половиной миллиарда долларов и при этом они собираются сократить очень большое количество персонала то есть это 35 тысяч сотрудников чтобы вы понимали да вот особенно это касается подразделений как раз не азии они собираются сократить этих сотрудников в сша и в европе представьте как 35 тысяч людей уволить это одна компания потому я думаю что это должно отразиться на рынках и принципе это отразилось особенно вот видите да по nasdaq у была очень такой сильный гэп проливной вот кто-то по рынку тут вышел из своих позиций но как вы видите негативные новости воспринимаются слабо да то есть коррекции вообще незначительные до тренд продолжается но я все-таки склоняюсь больше с к нисходящей тенденции потому вот и открыл позицию и надеюсь что будет какая-то коррекция сейчас после всех этих негативных новостей которые выходят на рынке такой взгляд у меня на индексы ну а цели конечно по индексам там не скажем так дна не видно потому что если падать то можно падать очень-очень далеко вот то есть забрались мы очень-очень высоко как вы видите да на дневном графике потому падение может быть очень болезненным вот такая в целом ситуация хорошей всем недели и на связи пока